Квартирный вопрос вечный. Кстати, эксперты говорят о том, что сейчас самое лучшее время для покупки недвижимости. А вот как лучше осуществить свою мечту, узнаем у нашего гостя Романа Василенко, председателя правления жилищного кооператива Bestway. Доброе утро, Роман. Доброе утро. Вот что же такое сегодня жилищный кооператив? Сегодня жилищный кооператив это добровольное объединение граждан в некоммерческую организацию. Причем полностью отвечающая законам Российской Федерации, Жилищному кодексу, Гражданскому кодексу. Объединение этих граждан призвано помочь друг другу. Это как раньше. Все деревни собирали и строили дом. Это было легко и доступно всем. Точно так же сейчас наши граждане могут собираться и помогать друг другу приобретать жилье. Мы его не строим. Мы помогаем приобретать на всей территории России. И не только России, и Казахстан, и за рубежом. Это тоже возможно. А каковы особенности кооператива по сравнению с приобретением обычной жилой недвижимости? Особенности кооперации в том, что на сегодняшний день это приобретение жилья в рассрочку. Это дифференцированные платежи. То есть не ипотечное кредитование. Потому что ипотека это аннуитетный платеж и достаточно серьезные проценты. Это переплата в 2-3 раза. А кооператив вы приобретаете жилье в рассрочку. Вносите 35% стоимости. 65% добавляет кооператив. И рассрочка идет от 0 до 6% годовых. Дифференцированно. Соответственно переплата максимальная это 30% за 10 лет. Что лучше, Роман? Приобретение квартиры в ипотеку или вступление в кооператив? Само собой вступление в жилищный кооператив для клиента, для нашего гражданина, это гораздо выгоднее. Это проще и дешевле. Другое дело, что ипотеку можно взять более дешево изначально. Потому что для того, чтобы приобрести жилье через кооператив, нужно внести сразу или накопить 35% от стоимости своего желаемого объекта. И после этого уже человек попадает в очередь и приобретает жилье. Есть плюсы, есть минусы. В ипотеку человек приобретает квартиру немедленно, а в кооперативе есть очередь. Очередь, которая в среднем идет 1 год. От 6 месяцев до 1,5 лет в среднем это 1 год. Но в течение 1 года человек получает жилье. И это жилье ему обходится в 2-3 раза дешевле, чем ипотека. Но вот если говорить о кооперативе, речь идет о новостройках или это и вторичное жилье в том числе? Через жилищный кооператив можно приобрести любое жилье. Можно жилой дом, можно квартиру, можно на вторичном рынке, можно новострой, можно даже долевое строительство. Вот как можно купить у вас квартиру? Что для этого необходимо? Для того, чтобы купить квартиру, нужно вступить, есть вступительный взнос невозвратный. Дальше нужно внести паевый взнос единовременно или можно его накопить. После того, как человек попадает в очередь, подходит его очередь, он приобретает жилье. Кооператив приобретает ему жилье. И после того, как пайщик рассчитается, это жилье переоформляется на пайщика. Он может пользоваться им, может жить, может прописываться, может его сдавать в аренду. Более того, для того, чтобы вступить в кооператив и получить жилье, достаточно одного паспорта. Не важно, какая у тебя работа, не важно, какая у тебя кредитная история, не важно, какая у тебя справка о доходах. Что значительно упрощает вступление в кооператив и приобретение жилья. Потому что вы знаете, если обратиться к нашим любезным банкирам, то на сегодняшний день нужно собрать очень много документов. Более того, я не ошибусь, на 50% как минимум идет отказ. А в кооператив может вступить любой. Возможно ли досрочное погашение? Или же, как в банке, нам будет необходимо еще какую-то процентную ставку выплачивать сверху? Досрочное погашение не только возможно, оно приветствуется кооперативам. Потому что пайщики собрались, скинулись на жилье человеку, он получил это жилье и он возвращает. Чем быстрее он вернет, тем мы быстрее купим квартиру следующему пайщику. И, конечно, досрочное погашение возможно, приветствуется, никаких процентов нет. Более того, он тогда уже идет к переплатыванию гораздо меньше. Ну, почему нужно выбирать именно вашу компанию? Какие, может быть, награды могут рассказать они лучше любых слов? Ну, награды для нас это, как для офицера ордена. Потому что награды или ордена на груди компании, они говорят о том, что мы действительно получили признание общества. Это элиты национальной экономики, это социально значимый проект, это предприятие года. Мы получили награду за вклад в экономическую безопасность России. Мы получили признание и депутатов Госдумы, мы получили признание общественности. При том, мы создали федеральный кооператив и открыли представительства и офисы более чем в 50 городах России и Казахстана. На сегодняшний день то, что мы создали, этого еще никто не делал. Ну, Роман, мы желаем вашей компании успехов, процветания и спасибо вам большое за этот интересный разговор. Хорошего дня. Благодарю, мне очень приятно с вами пообщаться, я очень рад. Спасибо.